Всем привет, дорогие друзья, и доброго времени суток! Вы на канале Mobile Gameplay, а это очередной ролик по Injustice 2 Mobile. Сегодня в своем телеграм-канале с утра я сделал пост, в котором сказал о том, что хочу начать свой новый ролик с фразы «наконец-то это произошло» и задал вопрос «о чем или о ком пойдет речь в сегодняшнем ролике?». В принципе, были варианты озвученные. В основном все думают, что я буду рассказывать опять про генерала Зода, но пока что никаких официальных сведений о том, появится ли этот персонаж, нет. И никто на данный момент, на момент записи видео не отгадал, что же или кого же я имею в виду. А имел в виду я как раз-таки Человека-Ястрима. Добавили этого персонажа еще в декабре в игру. Потом, спустя некоторое время, появилось испытание против. И, если я не ошибаюсь, сейчас уже в третий или в четвертый раз проходит испытание против на этого персонажа. И вот только вот вчера мне наконец-то выпал последний экземпляр экипировки. И теперь я могу себе позволить прокачать Человека-Ястреба. Ну, как минимум, в плане полного сета экипировки. Как выглядит Человек-Ястреб без экипировки, вы только что видели. Теперь надеваю на него его же личные сапоги. И вот так он меняет свой внешний вид. Конечно, анимация переодевания, в принципе, на высоте, да. Но и это еще не все, потому что Человек-Ястреб еще один внешний вид имеет. Еще одно состояние внешнего вида. Прокачиваем сапоги до 60 уровня. И, соответственно, Человек-Ястреб сейчас получит третье состояние своего скина. Тыдыщ! И все, и все, и красавчик. И, наконец-то, это произошло. Я очень долго охотился за экипировкой для Человека-Ястреба. Конечно, это все можно купить за донат. Донат, как всегда, не забывайте. Есть ссылки в описании. 20% скидка при указе промо-кода MG. Вы получите 30% скидки на оформление официального доната. Обращайтесь. Многие из моих подписчиков обращались. Все, в принципе, довольны. Но и что? И так как, наконец-то, я собрал полный сет Человека-Ястреба, я хочу еще раз посмотреть на него. Хочу еще раз вам его показать в несколько неожиданной команде. Возможно, для вас. Итак, для начала я хочу вам показать в общем статы. Я хочу сказать, что у меня получилось приблизительно, ну, эдакий баланс выбрать. Да, и защита, в принципе, есть, и криты есть, и шанс быстрой атаки есть. А шанс быстрой атаки нам нужен для чего? А для того, что есть пассивная способность тактик, шанс 65% пробить броню при использовании быстрых атак. То есть, чем чаще быстрые атаки, тем чаще будет пробивание брони. А также шанс быстрой атаки за каждого союзника из несовершенного правосудия, который участвует в битве плюс 20%. В команде еще будет черный Адам правитель, но, к сожалению, без экипировки. Помимо всего прочего, нацепил самый новейший артефакт на данный момент из сольных рейдов. Это двусторонний клинок, который будет обеспечивать 40% шанс пробить броню при использовании основных и сильных атак, а также дополнительный урон при условии пробивания брони. Отталкиваясь от пассивных способностей ястреба, отталкиваясь от двустороннего клинка, если мне не изменяет память, у нас получается 100% пробитие брони должно быть, да? Даже 105%, если это все сложить. Но и отправляемся в бой. Значит, у нас есть возможность пробивать вражеские щиты и барьеры, допустим, дарксайдные, да? С помощью второго спецприема человека ястреба и с помощью артефакта, который я нацепил на него. Но, ко всему прочему, я взял еще лисичку в команду. Для чего? Для того, что у лисы есть плюс 50% атаки команды за каждый отрицательный эффект, имеющийся у противника. А отрицательных эффектов будет вполне себе достаточно. Поэтому я себе вижу человека ястреба таким сбалансированным дамагером. Ну, а Черного Адама здесь показывать-то особо нечего, потому что у меня нет экипировки, соответственно, у меня не прокачанный. Ну, нацепил на него на всякий случай шарноры, но вдруг его вынесут, чтобы у нас была возможность его воскресить. Плюс еще и пассивная способность, да, там, где человек ястреб эвакуирует от нокаута своих союзников. Так что, ой-ой-ой-ой-ой, а неплохо, а неплохо. А я прям даже не ожидал, что такой дамаг хороший пойдет. Но здесь надо сразу же, да, на всякий случай, как говорится, расставить все точки над И. Я, ну, вот однозначно сразу же говорю о том, что на данный момент Человек-Ястреб, он, к сожалению, абсолютно бесполезен в качестве рейдового персонажа. Вот прям абсолютно. Так, финальная стоечка в новом скине. Класс. Светится красиво. Возможно, ситуация изменится, когда появится третий представитель команды Несовершенное правосудие. Возможно, этот представитель, кстати, появится в обновлении 5.8 или 6.0. Да, недавно я выпускал уже видео, в котором делился с вами очередной порцией своих предположений и догадок. Но на данный момент Человек-Ястреб просто непримимим в сольных рейдах. Ну, а на арене, смотрите, очень неплохо. Вроде бы, да, как себя показывает. Но я вам хочу сказать, что некоторые вот в такого рода роликах мне пишут, зачем ты показываешь эти команды, этих персонажей, на арене есть с кем играть, и у всех уже есть там какие-нибудь персонажи, которыми они любят играть. А я вам на это отвечу, что, ну, слушайте, игроки всегда какие-нибудь новые появляются. И, возможно, кому-то попадется Человек-Ястреб в том числе, да. А я вот такой взял и записал видео, в котором показываю преимущества Человека-Ястреба. Вот мне сейчас было, знаете, почему я так немножко замолчал? Потому что мне было непонятно. А ведь, по-моему, если я не ошибаюсь, Человек-Ястреб неуязвим к всяким атакам с прерыванием... Ну, вот, то есть, да, вот сейчас Супермен выпрыгнул, когда я делал спецприем Человека-Ястреба. А почему так произошло? А ведь, по-моему, а ведь, по-моему, где-то тут что-то было написано. Да, вот иммунитет к прерываниям с выходом из боя. Человек-Ястреб может спасти, трата-та, он возвращает, понятно. Кроме того, у Человека-Ястреба и его союзников имеется иммунитет к прерываниям с выходом из боя. Не может спасти, ну, понятно. А где? А где этот самый иммунитет? Или я как-то не так себе понимаю фишку с прерыванием выхода из боя, да? Вот я сейчас делал спецприем против Бэтмена-рыцаря Архема. И, соответственно, прерывание боя произошло посредством того, что Супермен из Лиги Справедливости выпрыгнул и решил, собственно, прервать этот самый бой. Или я как-то все же не так себе вижу ситуацию? Ой, что-то какая-то прям злая Супергерл из мультивселенной. Вам так не кажется? Ой, 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 все, 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 я понял. Да, Человек-Ястреб улетел и даже не обещал вернуться, к сожалению. Ну, а здесь я даже не знаю, стоит ли продолжать этот бой. Они какие-то, смотрите, я не ожидал просто, что мультивселенная будет, я не знаю, танковать, скажем так. Но тут, возможно, есть шанс получить какой-то профит от Черного Адама. Возможно. Но я, право уж, не знаю, получится ли затащить. А в любом случае буду пытаться сражаться до самого конца, победного или не очень. Тут сейчас уже непонятно. Блин, я же вроде сменился, нет? Мне показалось, что вроде сменился. Но и вам советую всегда до самого конца сражаться. Даже если вам кажется, что уже все и у вас ничего не получится, что уже бой проигран, все равно пытайтесь. Чудеса иногда случаются, поверьте мне. Так, сменился вовремя вроде. Вот, неплохо. Так, ну у нас есть неуязвимость, да. Пока я стою вот в этой луже третьего спецприема Черного Адама, я неуязвим к любым видам вражеских атак. И обычных камбук, и спецприемов соответственно. Так, здесь прям даже не знаю, что лучше сделать. Давайте попробуем вот так. И было бы хорошо, если бы она не блочилась. Не блочься, не блочься, говорю, не блочься. Все, есть. Вас затащил раунд? Затащил. Небольшой скилл все же присутствует. Да, я играю не идеально, я это все знаю. Но все же что-то я умею. Достаточно такой бой был напряжный, согласитесь. Такой эпичный, в какой-то степени. Так, бой. Вы обращаете внимание, да, что я вообще пытаюсь не нажимать на кнопку обновить противников. Вот что мне выдает игра? На максимальной ступеньке и играю, да. На данный момент, какой у нас уже четвертый бой, да. Из четырех на данный момент проведенных боев, Человека-Ястреба вынесли только в одном лишь бою. Вот. Но, будем сейчас смотреть, что он дальше будет показывать. Ну, вот смотрите, да. Бэтмен, который смеется, только вышел на лок... Ну, я же нажал на спецприем. Ну, что происходит? Ох, я бы договорил свою предыдущую фразу, вы ничего не видели, да. А Бэтмен, когда только выпрыгнул, он уже четверти здоровья не имел. А это все, конечно же, благодаря двустороннему клинку в том числе. Ну, и, конечно же, эффекту пробития брони от Человека-Ястреба. Я вот говорил, что на Константине очень шикарно смотрится... Ой, давайте здесь обновлю противников, потому что против мультивсенной уже дрались. Очень шикарно двусторонний клинок смотрится на Константине. Но на Человеке-Ястребе он, по-моему, тоже очень даже неплохо себе смотрится. Отталкиваясь еще и от его пассивных способностей, я вам уже об этом рассказывал, да, в начале видео. Обращал ваше внимание на это. Но, по-моему, тоже очень недурно. В принципе, действительно, можно поэкспериментировать с билдами прокачки Человека-Ястреба. И, возможно, действительно, с Человека-Ястреба можно сделать дамагера. Но, опять же, здесь есть одно но. Я вот конкретно говорю о режиме арены. Еще раз повторюсь, на данный момент у Человека-Ястреба я вообще не вижу никакого потенциала в качестве использования этого персонажа в сольных рейдах. Ну да, он умеет спасать от нокаутирующего удара своих союзников, да. Но, во-первых, как по мне, это происходит достаточно коряво в плане анимации и не очень удобно это всегда происходит. А, во-вторых, он имеет перезарядку этой способности Человек-Ястреб, да. И, соответственно, блин, а почему заблокированы? Спецприем у меня-то какой-то артефакт? Я чуть не знаю о таком артефакте. Да нет, вроде бы у... А что у Девструка за артефакт? Марионетка, что ли? Нет, не марионетка. А почему он хилится от каждого? Почему спецприемы до сих пор заблокированы? Алло, что происходит? Нет, ну такое ощущение, что это марионетка Затаны все-таки. А откуда хил тогда? Или это... Типа второй спецприем еще Девструка работал, да? И там от каждого, соответственно, прикосновения он получает хил. Слушайте, как-то прям... Я все равно не понял, почему у меня все спецприемы были заблокированы. Ведь, подождите, по-моему, если я не ошибаюсь, Девструк вынес Человека-ястреба. А сфигали вообще дополнительные эффекты, при условии, если это марионетка Затаны была, наложились на Человека-ястреба. С чего вдруг дополнительные эффекты переместились на следующего противника, точнее, союзника моего, по которому спецприем нанесен не был. Это что такое вообще происходит? Алло, здравствуйте. Но Инжастис, она же называется, да? Кто не в курсе, Инжастис переводится как Несправедливость. Ну, о чем мы можем еще говорить. В общем, вот такой ролик сегодня получился. Я не знаю, насколько он, там, продуктивный, насколько он обучающий, да? Потому что некоторые, там, ищут себе энциклопедии в игре, чтобы чему-то научиться. Но мне кажется, что как минимум он забавный, занятный и интересный. В плане того, что... Но мне кажется, что я показал неплохую команду. Лисица, как по мне, очень неплохо дополняет Человека-ястреба. Конечно, в данном ролике я пытался сделать основной упор на Человека-ястреба. И не только потому, что, наконец-то, я получил его экипировку и смог прокачать этого персонажа. А еще и потому, что мне показалось, что связка двустороннего клинка и пассивной способности Человека-ястреба, одной из, да? Это просто пушечка. Мне кажется, очень неплохо. Но и в конце концов нужно пробовать что-то новое. А контент в этом обновлении закончился уже давно. Поэтому, пока выходит следующее обновление, я всегда, вы знаете, стараюсь показывать какие-то экспериментальные команды, которые мы с вами не пробовали. Вот я просто ходил, сочинил себе команду и решил записать видео. Вот такое видео получилось сегодня. Насколько оно получилось хорошим, предлагаю вам оценить в комментариях. И, пожалуйста, не забывайте про ваши пальцы вверх. Не забывайте подписываться на канал YouTube Mobile Gameplay. Не забывайте подписываться на мой Telegram-канал. Все ссылки есть в описании к этому видео. Всегда об этом говорю. Спасибо всем, кто был со мной на этой премьере. Спасибо всем, кто посмотрит это видео в записи. Ну и до новых встреч на моем канале. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok